Всем привет, с вами Олег Ски. Все думали, что их нормально. Ужать и никогда не бросать их в чемодан, но вот на самом деле происходит вот именно таким образом. Их подбрасывают, упаковывают и везут потом. Итак, мы приземлились в Паттайе. После вот этой стойки на первом этаже вы можете приобрести билет. Он стоит 20 бат. Удивило, что служба безопасности едет на Сибири на территорию аэропорта. Итак, мы сели в автобус. Красивый аэропорт. Едем в Гольдзелень. Наконец-то мы находимся на территории вечного лета. Мы зашли, дошли мы до отеля, оставили вещи и пошли сразу же кушать, потому что ну уж очень хочется нормально поесть какой-нибудь еды. Все говорили, очень не остро. Весь мясом вообще очень вкусно. Итак, внимание, как уважаемые абскрайберы, сегодня у нас будет обзор ступа. Вот тут у нас что идет? У нас идет лайн. Я там не ощутил. Курица. Основные компоненты это кокосовое молоко и курица. Ну, дополнительно, тут помидорчик, перчик, мята, имбирь, корень имбиря. Потом помидор и мошурумс. Узнаю, кто-то помидорчик. Теперь я говорю, как правильно его есть. Понимаете, у меня курица не уберя прямо. И курица тут еще будет. Вот мяту и кое-нибудь, ребята, я еще не кушаю. Потому что они просто для вкуса. Вкусы бульон. Бульон вообще очень вкусный. Бульон вкусный очень вкусный. То есть, эти ингредиенты, они только для вкуса бульона. Кушать тут можно курицу, курицу, а бамбука еще, бамбука хорошая. Курицу можно кушать, курицу, помидоры. И лук. Курица еще есть. Вот. Это был обзор супа «Том Яграф». А в конце он просто заел я выгоняю. Пишите в комментариях, как вы думаете. Наконец-то мы выбрались. И давай шли пешочком до моря. Шли несколько, наверное, десятков минут. Наконец-то оно море, теплое. Но так как мы уставшие, с такого длительного ай-прилета, решили сегодня не купаться. Порадовала наличие такого широкого тротуара. Не на всей территории пляжа. Именно такая широкая дорога. Пешеходная. А также в центре города фрукты не очень дешево. Кстати, везде смотрим курсы, чтобы обменять валюту. Нашли самый оптимальный. И я пометила эти точки специально на нашей карте. Мы пользуемся приложением вот этим. Оно очень удобное, оффлайновое. Можно помещать свои любимые места и делиться с любым человеком. Смотрите в описании, пользуйтесь. Здесь будет вам очень полезным. Стоим, ждем зеленый. Да, вы знаете, мы стоим, ждем зеленый. И вот зеленый потом пошел. Это же вообще с той стороны пробка собирается, с этой стороны пробка собирается, с той стороны пробка собирается, со всех четырех. А потом ведь одновременно еще… А, нет, не одновременно. Вон зеленый где горит. Они, понимаешь, вообще не помогают вот это вот, ну, светофоры, что здесь, они ухудшаются. Нет, пешеходные говорят, видишь, зеленый загорелся. Да эти вообще просто светофоры говорят. Они ухудшаются вот так. А, вон, теперь вот здесь зеленый. Советно быть законопослушным. Знаешь, когда ты привыкнешь переходить здесь дорогу, все куда ни шло. А когда ты без понятия, как оно все работает, что же я первое время покажу правильно. Ты опять будешь накладывать сверх свое это, да? Звук улицы тоже сохраним как-то. Пошли. Перейдем. Давай уж наслаждаться этим. Саши ждали пошли. Побежал он. Мы только ждали, сколько переходить будем, сколько ждали. Так уже все. Пиздец. Здесь пешеходов вообще ни во что не ставят. Так как у нас в холодильнике вообще нет ничего съедобного, мы решили зайти в самый ближайший магазин крупный, это Big C. Перед этим проверили курсы. Очень непонятно, что это такое. Сладкий рис с мороженым. Тут в принципе все по доступным ценам, как и мороженое в России. Мангала. Мангал. Оценка. Не знаешь о чем? Мороженое вы сделали портфель с Мангалой. В Индии в мороженое добавляют вообще макароны. Десерты особенно. Вышли на такое кафе на перекрестке, точка тоже уже помечена на карте, в этом заведении очень вкусно готовить стейки, поэтому рекомендуем ее посетить и недорого, кстати. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео ставьте лайк, также нажмите колокольчик, чтобы напишите следующий видеоролик, не забудьте подписаться на канал, всем удачи, всем пока!